Музыка Михаил Сергеевич пригласил меня в свой состав. Мы играли на юбилей «80 лет пиццолли». Он познакомил меня с музыкой аргентинского танго. С тех пор периодически мы встречаемся и для души играем на разных площадках. Иногда на больших, иногда в камерных пиццовых винтетках. Это самое начало. Собраны удивительные музыканты. Я не перестаю учиться у них каждый раз. Конечно же, Михаил Сергеевич умеет нас собрать из разных точек земли. Получаем большое удовольствие от игры, от этой музыки. Квинтет услужил такой стартовой площадкой для того, чтобы Марио заинтересовался не только этой музыкой, и вообще направился в сторону мюзикла, который он написал недавно сам, как композитор и поставил. Но и в сторону вокала. Впечатления от пиццолла квинтета удивительные, потому что с этим коллективом связана практически вся моя жизнь. 20 лет жизни. Это очень большой период. И сейчас, тогда, когда был наш концерт, Филармонии 2, конечно, удивительные ощущения. Очень много ностальгии, очень много приятных воспоминаний о том, как это было тогда, когда мы репетировали 20 лет назад, 15 лет назад. Вообще удивительно, потому что вот эта цифра, она меня очень пугает. Но, с другой стороны, наверное, в 20 лет начинается только самая первая молодость, поэтому у нас есть все шансы. Я перебирал ноты, обратил внимание, что моя первая инструментовка, которую я делал для оркестра, она была сделана в 1997 году. И мы тогда записали с оркестром времена года, и в качестве солиста выступал Юра Медяник, будучи учащимся в школе. И потом вот играли эту музыку и как-то зажглись ею. С гнесинской гордостью могу сказать, что я и моя коллега Катя Петельна, флейтистка, мы были чуть ли не первые в Гнесинке, кто стали играть пиццолу. Нам попали в руки ноты истории танго, это известный его дуэт для флейта и гитары. И как раз в этот момент у школы появился вибрафон, тогда очень диковинный для нас инструмент. И на этом инструменте уже можно было, немножко переложив, играть эту музыку. С большим успехом исполняли ее на разных концертах. Мощное влияние оказал на нас на всех Гидон Кремер. Он привез в Москву пиццоловскую программу. И в 1999-2000 году очень плотно сотрудничали я и арки, астрогрессинские виртуозы, и с Михаилом Сергеевичем мы делали много. И интересных программ. Да, но это была просто сказка, что-то попробовать вместе. Мы до сих пор играем по старым еще рукописным нотам. Когда наступила эта дата 80-летия со дня рождения Астры Петцолы в 2001 году, то возникла идея концерта. Учитывая, что сам Петцолы играл в таком квинтетном составе, решили попробовать сделать такой аутентичный состав тоже. Когда мы начинали играть, вообще было очень интересно. Не только потому, что все так, с таким юношеским задором, играли тогда эту музыку, но и потому, что ни на одном инструменте играли музыку. Я вот, например, еще играл на ударных инструментах, барабанах, бонгах и прочее. Марио, кроме веры на скрипке, еще пел. Юра играл еще на манданионе, не только на баяне. Андрей Донников, кроме ударных инструментов, садился к роялю. Расследования концерта менялись местами, все по кругу. Уже довольно давно, я с уверенностью могу сказать, у нас появился вот то, что говорят, свой звук. Когда мы начинаем играть в концерте или на репетиции, возникает контакт, как мы слушаем друг друга. Самое ценное – это наш звук, как ансамбля, который мы смогли создать. Петцолы – это целый мир, конечно. Это человек в музыке, у которого отражается весь спектр эмоционального состояния любого человека. Он говорит о любви, о нежности, о Боге, о высоком чувстве долга, о сострадании. Это музыка настоящая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...